Здравствуйте, информационный канал продолжит экспертное мнение. Акция «Безопасное детство» проходит в Удмуртии. Её цель – выявить факты, которые могут причинить вред детям. Какие уже факты выявлены и промежуточные итоги этой акции, мы сегодня обсудим с нашей гостьей. Это уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребёнка Ольга Авдеева. Здравствуйте, Ольга Леонидовна. Здравствуйте. Вообще, вот с самого начала, кто придумал такую акцию и проходит ли что-то подобное в других регионах? Конечно, после того, что случилось в Кемерово, трагедия в Кемерово, конечно, внимание к проблемам детства, к безопасности детей обострено по всей России. И от нашего главы республики Александра Владимировича поступил посыл, что действительно нужно проверить и быть особенно бдительным к тем местам, где у нас бывают дети. Поэтому мы с вами знаем, что прошли проверки и пожарной инспекции, и прокуратуры. И мной была объявлена акция, которая так и называется «Безопасное детство». Акция оказалась очень актуальной, и наши граждане оказались очень активными, что очень приятно. И цель ее, да, действительно, выявить те места, которые представляют опасность для детей. И мы, наверное, даже где-то сами не ожидали, что получим такой большой отклик. Вот она была объявлена в конце 30-го буквально марта, и на сегодняшний день у нас более 100 обращений. С чем обращаются? Обращаются с разными совершенно сигналами. Вот когда только начал стаивать снег, были обращения, связанные с нависающими глыбами льда. То есть сосульки, которые могли просто упасть кому-то на голову, да. И эти все сигналы оперативно мы решили. То есть были проведены проверки, сосульки были убраны. Причем, как ни странно, даже сигнал был по детскому саду, где вот эти сосульки нависали. Ну, сейчас это уже не актуально, мы с вами понимаем. Весна свое дело сделала, помогла нам. Следующее, очень большой пласт обращений, касающихся открытых канализационных люков, которые, конечно, представляют огромную опасность для детей. Дети любознательны по своей природе. Если что-то где-то чуть приоткрыто, они сделают все, чтобы открыть и посмотреть, что там находится, а еще лучше туда влезть. Поэтому вот... Но неужели нужно было объявить эту акцию, чтобы получить вот этот сигнал? Ну, вы знаете, видимо, нужно, потому что у нас был один из сигналов по городу Ижевску. И жители пишут о том, что в течение двух месяцев они пытались и бились во все двери, чтобы эти люки были закрыты во дворе жилого дома. Из управляющей компании их отправляли в администрацию района, из администрации района обратно в управляющую компанию и так далее. И люки были открыты. Жители сами какими-то подручными средствами пытались эти люки закрыть. В итоге, когда поступил сигнал, мы в течение двух дней... В течение двух дней закрываются люки. Вот это уже практика. И по городу Ижевску, и по другим районам. Я очень благодарна, конечно, администрациям, которые срабатывают моментально. Но здесь, понимаете, момент какой? Сначала нужно выяснить, кто хозяин этого люка. Принадлежность, кому принадлежит. И только потом уже сделать все, чтобы этот люк закрыл. Но в любом случае приятно, что у вас такие полномочия есть. Да, да, да. Так оперативно отреагировать и повлиять на эту ситуацию. Вот сам механизм. Кто задействован, кто принимает эти сигналы? И как дальше ситуация разворачивается? Получили сигнал, что дальше? Когда акция была объявлена, мы сразу оставили свои телефоны. То есть мой рабочий телефон, телефон еще один, который у нас в кабинете. То есть два номера телефона были оставлены. И оставлен электронный адрес выполномоченный. И сигналы сразу пошли. Чаще все-таки поступают в электронном виде сигналы. То есть люди пишут. Пишут и в соцсетях на мой адрес, и пишут на электронный адрес. Поэтому сигналы тут же отрабатываются, если это касается таких сигналов, как люки. Я уже сказала, да. Я сначала отзваниваю по телефону, потому что стараюсь оперативно отреагировать. А потом мы в письменном виде уже отправляем эту информацию в те города и муниципалитеты, откуда этот сигнал поступил. Какие-то документальные доказательства нужно прикладывать? Фотографии? Нет, мы не просили, но люди сами очень много шлют фотографий. Действительно, тут же снимают эти люки, тут же снимают эти сосульки огромные. Опасные места для детей, которые касаются пешеходных переходов, детских площадок. То есть люди шлют фотографии. Хотя, в принципе, это не обязательно. Мы принимаем и так сигналы. Все сигналы обязательно проверяются. И оперативно отрабатываются. А звонки только от ижевчан или районы тоже включаются? Конечно, активнее всего город Ижевск. Сначала у нас очень активен был город Ижевск. Сейчас подключаются и другие районы и города республики. Это город Глазов, это очень активен Завьяловский район, город Сарапу, Воткинск, Алнаши. В общем, география обширная практически вся Ульмуртская республика. В связи с событиями в Кемерово были организованы проверки в школах и больницах. Одна из таких проверок была в 8-й поликлинике Ижевска. Какие там результаты? Вообще, знаете, меня порадовало то, что сигналов, касающихся нарушений пожарной безопасности, их практически не было. Поступил один сигнал по 8-й поликлинике детской города Ижевска. Мы, естественно, вышли в эту поликлинику. Вместе с нами выходили представители пожарного надзора. Были общественники и уважаемые представители средств массовой информации. Беседовали с главным врачом, беседовали с сотрудниками этой поликлиники. Оказалось, что практически не подтвердились те факты, которые были в обращении. Но почему все-таки наши граждане взволновались? Во-первых, давайте порадуемся тому, что настороженность наших людей, наших родителей, она выросла. То есть люди стали внимательными. И они стали обращать внимание на то, что вот они заходят в поликлинику, и они не видят первичных средств пожаротушения. То есть огнетушителей. То есть такой сигнал был. Да. Огнетушителей нет. И нам действительно объяснили, что их нет. Вот здесь вот. Потому что администрация, врачи вынуждены огнетушителей убирать в кабинеты. Потому что их просто-напросто воруют. Простите. И здесь, конечно, у нас большая польза нашим гражданам. Понятно, что сейчас это очень такой необходимый, актуальный оказался предмет защиты. Это огнетушитель. Но, тем не менее, детской поликлиникой и любое учреждение, если там огнетушитель поставлен, он должен быть на месте. Но в любом случае лучше в эту сторону ошибиться. Конечно. Мы все проверили, нам показали всю поликлинику. Мы прошли через все их эвакуационные выходы. Действительно, все нормально было. Это понятно. Еще один сигнал был об опасной дороге около национальной гимназии Кузевая Герда, по которой ходят дети. Можете более подробно объяснить, что за дорога и какое там было решение принято? Вот второе место по количеству обращений, связанных с такими вот местами опасными для детей, это связано с дорожным движением. То есть это пешеходные переходы, это парковки несанкционированные, где наши граждане паркуются практически на пешеходных переходах, которые ведет к школе, к детскому саду. Вот эти все сигналы отрабатываются, естественно, совместно с ГИБДД, с администрацией города Ижевска, если это касается города Ижевска. И нужно сказать, что у нас уже на сегодняшний день в городе появились новые знаки, такие как, допустим, работает эвакуатор, стоянка запрещена, остановка запрещена в ряде мест, по которым поступили сигналы. То, что касается Кузибая Герды, эта ситуация не оригинальна, она характерна для тех учреждений образовательных, которые расположены в жилых кварталах. То есть вокруг жилой сектор, жилые дома, и здесь же расположена школа. И понятно, что проезжие вот эти вот дороги, они узкие, они практически только для одностороннего движения предназначены. И если машина встала, допустим, да, остановилась, то проехать уже она, вторая машина не сможет, тем более развернуться, тем более, что касается Кузибая Герды, эта дорога вела просто в тупик. То есть там тупик, прохода нет. И если вдруг случится чрезвычайная ситуация, то спецтехника туда просто не сможет заехать, к гимназии Кузибая Герды, где расположен в том числе и детский сад. И единовременно в этом здании находится порядка 800 детей. Ну это, наверное, сфера все-таки работы ГИБДД, что удалось сделать. Да, и сейчас было принято решение, и директор согласилась с этим, было принято решение о том, что будет установлен знак, в определенное время стоянка, заезд на эту территорию, которая ведет детскому саду и школе, она просто будет запрещена. В определенное время. То есть ограничения будут введены. Причем директор школы предложила вообще замечательное решение. Она предложила здесь вообще сделать пешеходную зону. Можно действительно пройти где-то и пешком, да там какие-то 100 метров. Но понятно у нас, мамы торопятся на работу, быстрее ребенка увезти и вернуться в машину и дальше ехать. Но тем не менее, все-таки, давайте будем думать о том, что прежде всего это безопасность детей. Очень частая причина ЧП с детьми – это заброшенные ветхие здания. Такие сообщения и звонки были? Ну, такие сообщения были, и мы с вами понимаем, что это сообщения, которые, в общем-то, в два дня, как люки, проблему не закрыть. И тем не менее, меня радует, что у нас уже некоторые сигналы отработаны. Например, поступил сигнал по городу Ижевску, поселок машиностроителей, где были снесены бараки. И они, вернее, должны быть снесены, но они уже такие полуразрушены. Понятно, что там много мусора. Понятно, что туда бегают дети, смотрят, что там можно интересного найти. И буквально через несколько дней нам уже поступило сообщение от администрации города Ижевска, что бараки эти снесены. Сейчас там остается уборка мусора, и до конца апреля эта территория будет полностью вычищена. Точно так же оперативно отреагировал Алнашский район, где в поселке Варзеичи такое здание у нас граждане тоже обнаружили. Там тоже часто бывают дети. И там в сельской местности это по-другому решается. То есть собирается сход сельских жителей, решают, что с этим зданием делать. Предупреждают еще раз о том, что родители несут ответственность за то, где бывают их дети, чем они занимаются. И даже собирают подписи под письмо, где говорится о том, что родители предупреждены об опасности. Ольга Леонидовна, вот пока мы с вами говорили о таких больше внешних факторах. Наверное, очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности в семье, дома. И вот конкретная ситуация, например, слышно, как соседи кричат на своего ребенка матом регулярно. Как реагировать, самому на месте разбираться или звонить? Потому что всегда сомнения, если все-таки крайний случай лишения родительских прав, что хуже. Или такие родители, или совсем, скажем, без родителей. Жестокое обращение насилия в отношении ребенка – это, конечно, проблема очень острая. И она характерна на сегодняшний день для всех регионов Российской Федерации. Удмуртия не исключение. И очень жаль, что по статистике чаще всего испытывает ребенок насилие от родителей, от близких ему людей, от родственников, от тех, кто приходит в дом. И здесь, конечно, большая просьба к соседям, к тем, кто знает эту семью, сообщать о таких сигналах, вернее, давать такие сигналы, сообщать о таких квартирах, где вы постоянно слышите, может быть, плач ребенка. Вы слышите какие-то крики. У нас вот буквально недавно выявлен случай насилия сексуального в отношении девочки, которую некоторое время, несколько месяцев насиловал отчим. И, как потом оказалось, соседи слышали крики этой девочки, но они не отреагировали. Пока уже девочка потом впоследствии не рассказала об этом маме. То есть, если бы вовремя отреагировали соседи, те, кто, в общем-то, слышал, да, такие призывы о помощи, наверное, мы бы девочку это обнаружили раньше и не допустили бы. Ольга Леонидовна, какие еще обращения поступают, может быть, сезонного характера? Поступают обращения, связанные с детскими садами. У нас жители сейчас обращают внимание на все, видят такие вещи, которые, может быть, раньше проходили мимо, да, и вот меня очень настораживают эти сигналы, которые касаются прежде всего ветхости. Ну, это сельская местность, есть и город Ижевск, это там, где родители опасаются, что просто на детей может рухнуть потолок. Есть у нас и такие сигналы. Есть сигналы, которые, в принципе, наверное, администрации детского сада кажутся несколько несерьезными. Там, где по каким-то трещинам в отмостке или в асфальте, по этим трещинам образуются накопления воды, лужи, и эта вода стекает, допустим, в подвалы. То, что может решить на сегодня детский сад. Каждый сигнал отрабатывается. Но то, что касается ветхости, мы с вами знаем, что это сейчас тема на особом контроле у главы Удмуртской республики. Поэтому все эти детские сады будут обязательно посещены нашей комиссией. То есть я приглашу туда и вас, средства массовой информации, и, я думаю, представителей дошкольного, управления дошкольного образования города Ижевска. И мы посмотрим, что там можно сделать. Но вопросы будем на месте, то есть решать. Конечно, все вопросы остаются на контроле. Полномоченные до полного их разрешения. На сегодняшний день из всех поступивших обращений, я же сказала, что их более ста, половина уже решена. Конечный какой-то срок есть у этой акции? Потому что, на мой взгляд, должно быть это не акцией, а каким-то постоянным отношением. Конечно, конечно. Это уже не акция. Это постоянная работа у полномоченного по выявлению таких мест. И мы еще раз обращаемся ко всем гражданам. Давайте будем все вместе бдительными. Если вы видите разбитые площадки, качающиеся качели, которые вот-вот рухнут. Если вы видите те же канализационные колодцы, которые сейчас закрыли. К сожалению, ведь это... Почему они открыты? Потому что, опять же, эти крышки у люков, их просто крадут, издают. Поэтому, если вы видите, сообщайте, и мы будем реагировать на каждый подобный сигнал. Но еще раз координаты, куда звонить, куда обращаться, если выявятся факты, которые могут причинить вред детям. Телефоны у полномоченного 571-049, 571-027, код города Ижевска 3412. Ну и электронный адрес вы найдете на сайте у полномоченного. Спасибо, Ольга Леонидовна, что пришли сегодня и ответили на наши вопросы. Я жду новых сообщений. Спасибо. Это было «Экспертное мнение». Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...